Вот здесь специальный автомобиль, который называется Unimobile, предназначен для людей с ограниченными возможностями. Они могут не просто в нем передвигаться, а передвигаться самостоятельно, управляя автомобилем. И сейчас коллега продемонстрирует нам, как это возможно. То есть вот таким вот образом идет подъем. Видите, уже зазор. Поднимается достаточно комфортная скорость. Подъема. То есть человек не ощущает перегрузки какой-либо. И спокойно заезжает внутрь. Прямо за руль. Крепится великолепно. Теперь у нас закрывается. Подъемная часть. И сейчас закроется также вверх. Заметьте, человек это делает самостоятельно, без помощи кого-либо. То есть когда ограничены возможности, не ограничены возможности в Unimobile. Комфортен подъем, вот сама загрузка в автомобиль. Да, автомобиль изначально проектировался вокруг человека в инвалидной коляске. И в этой середине мы учитывали все потребности, все пожелания, чтобы он был максимально удобный под людей. Вот, да, он удобен, много позитивных отзывов. И люди уже интересуются собой и спрашивают, где можно перевести его. И какова же его цена? Давайте мы тоже поинтересуемся. Это пока коммерческая тайна, но он будет доступен по карману желающим людям. Здорово. Благодарим вас за демонстрацию. А каким образом он управляется? В автомобиле реализовано. Это инклюзивный автомобиль. Я хочу, чтобы вы поняли, почему. Потому что в мире подобных решений нет. Почему? Этим автомобилем может управлять как человек с инвалидностью. Тут через рулевое управление, где на одной ручке реализована и педаль гана, и педаль тормоза. Также поворотный механизм поворотников, головного светофора и сигналов. Почему он инклюзивный? В этом случае, если, допустим, человек устал, захотел пересесть на пассажирское сидение, он легко, это может перевернуть. Коляска легко расфиксируется, и пассажир коллег на право становится водительной. То есть можно переехать с одного места на другое? Прямо не выходя из автомобиля? Не выезжая? Нет. Не нужно будет выехать? Мы поменяем местами сидение, заедем, дальше продолжим. Очень здорово, удобно. Какая скорость у этого автомобиля максимальная? 100 км в час, и запас хода будет порядка 150 км на полный порядок. Здесь также реализованы LCD-зеркала. То есть мы здесь исключили попадание мертвых зон. Так часто бывает в боковых зеркалах. И, допустим, если я включаю задний ход, то у нас камера заднего вида тоже реализована. Действительно, по высшему разряду технологическая новинка. Made in Belarus. Беларусь. Здорово. Благодарим вас за интервью. Спасибо. Достаточно красивая бибиха. Согласен. Анатолий Эдуардович Юницкий сделал действительно очень полезную и нужную. Привет. Я решил засветиться в своем инстаграме. Или что? YouTube. YouTube. Ну, то, что я могу сказать, уже слушал. Это действительно необходимость. Это действительно то, что... То есть у этого есть стабильный рынок, есть покупатели, есть и люди, которые нуждаются. Вопрос, как это сделать так, чтобы каждый человек смог это приобрести. Но это, во-первых, будет, наверное, зависеть от концепта, который будет принят. Но я, как это вижу, это... Должна быть какая-то финансовая помощь именно таким людям, которые могут какую-то часть от себя денег вложить. И либо инвестиционные фонды, либо еще кто-то. То есть они приходят уже как инвесторы для тех людей, которые действительно сегодня нуждаются и помогают. Притом я могу сказать, что это очень хорошо отразится на карте. Поэтому я за. Отлично. Арманд Мурникс в эфире был. Ребят, ставьте лайки и комментируйте с хэштегом Unimobile.